Зайчик Я очень крайне постараюсь Так, что ж, давайте отправляться на вот это вот Темная душная кладовка Мама говорит, внутри пахнет мышами, но откуда ей знать, как они пахнут? Ей ужасно не нравится, когда я суюсь туда Боится, что я порежусь о лезвие недавно заточенного топора А Олю вообще не заманишь в кладовку Она считает, что там живет бабай Я как-то пытался побороть ее страхи Отворил дверь, включил тусклую лампу, мол, смотри, ничего там нет Только паутина, папины инструменты и исцарапанные стены Но не поверила А мне нравится прятаться в шкафу, слушать, как Оля считает снаружи Три, четыре, пять я иду искать И бредет, скрипя половицами Робко надеясь, что не придется соваться за мной в тесное логово Страшилы Хорошо Значит, если что, мы будем знать, да, что там лежит топор Интересно, вот это что за кнопка? А, это показывает то, с чем мы можем взаимодействовать, да? Это запястье видело стольких людей, входящих в дом и уходящих из него навсегда Черное слово, впитавшее в себя все людские пороки за долгие годы под этой крышей После смерти бабушки, мама собиралась снять его и повесить над дверью подкова на счастье Но поранилась об острый угол креста и чуть не свалилась со стула Папа назвал это знамением и наказал оставить распятие на его законном месте Мамина ела семейная реликвия Маленькая мама играла с ней, а потом подарила мне После меня волчка по наследству крутила Оля Сматриваясь в танцующее веретено, словно хотела увидеть там что-то Сказочный сюжет или, может, наше будущее Теперь и сестренка слишком взрослая для старой писклявой елы Ладно, единственное, куда нам осталось, это пойти на кухню Лгать маме было нелегко, но иначе сбежать из дома не получилось бы Мам, там что-то с телевизором случилось Картинка какая-то тусклая и экран весь в полосах Мама резко изменилась в лице Без ножа меня режешь Дострелялся своих уток? Говорила же, посадите мне кинескоп своей приставкой Где мы теперь мастера найдем в этой дыре, а? Может быть, просто на стройке сбились? Сходи, посмотри, пожалуйста Хм, нормально же работал с утра Из-за снегопада, наверное, неполадки Мама вытерла руки о фартук и, хмурясь, отправилась в комнату Оли Ага, то есть, получается, мы сейчас обманем маму? Когда-то бабушка хранила здесь мороженое для меня и Оли А теперь тут только суповой набор да слипшиеся пельмени Ладно Маму обманули, теперь во двор Я открыл калитку и вышел в поле Осторожно, чтобы мама не увидела меня из окон Когда я преодолел половину пути до леса, сугробы доходили до колен Вспомнились ночные страхи Примерно здесь я видел те силуэты Здесь они кувыркались, прыгали, хороводили Музыка заиграла в подсознании, гипнотизирующая и влекущая При свете дня те далекие фигуры казались просто сном Солнце испепелило кошмары, но осталось послевкусие Отдаленный звон в ушах, изломанные тени, ползущие передо мной по снегу И чуть слышный шапоток в голове Неясный, почти ласковый Было тихо Так тихо, будто в мире не осталось ничего общего Ни земли, ни неба, ни родителей, ни Оли Будто время закончилось Уперлось в тупик, в чистокол из сосен Тишина порой бывает страшнее криков Родители кричали друг на друга и мы с Олей каменели, прислушиваясь к перепалкам Но потом наступила оглушающая тишина Квартира немела за несколько дней до нашего приезда И уже вспоминалось трудом, точно это было в прошлой жизни, что когда-то мамы с папой шутились, смеялись, проводили время вместе А когда целовались при воле, она всегда морщилась и забавно фыркала В один день все изменилось Нечто важное ушло из нашего дома А что-то страшное заполнило образовавшуюся пустоту Словно вспыхнул пожар И родители среди ночи в попыхах собирали вещи, спасая себя и нас От кого? Не от тех ли людей, что иногда появлялись в нашем прежнем доме, людей с ледяными как у мертвецов глазами? Будто они во всем видели лишь клубки червей на черной земле А где-то далеко, предупреждая о надвигающейся опасности, надрывалась сирена Я вздрогнул, прогоняя наваждение и осмотрелся Только я, это белое поле и ветер, что гонял по снегу ледяную пыль и хвосты порыши Щурясь от солнца, я осмотрел лес, где царил мрак На фоне ослепительной белизны он был необычайно темен Узловатые корневища змеились под снегом Прелая листва и хвойные иглы вмерзли в лед Сухие и колючие ветки переплетались, навевая неуютные мысли о решетках Слушайте, вот я помню вот эту перчатку и у меня нехорошие воспоминания с этой перчаткой Защищают ли они лес? Или наоборот, удерживают нечто внутри? На одной из острых веток что-то висело Увязая в сугробах, я пробрался ближе, почти к самой границе леса и увидел вязаную варежку Точно раненая птица среди изголодавшихся потемок может отнести ее милиционерам? Их старший, хоть и выглядел угрюмо, напомнил мне капитана Казанова из моего любимого сериала «Улицы разбитых фонарей» Такой же, полный тревоги, с усталым взглядом, но при этом храбрый и сильный Поможет ли ему варежка найти пропавшего мальчика? Вова! Послышался далекий крик, кажется у реки Вова! Словно сами деревья звали кого-то Вова! Подхватили уже ближе, там за деревьями кто-то стоял Хоронился Вот это мне уже не нравится, если честно Я понимал, скорее всего кто-то ищет пропавшего мальчика, но все же Было что-то странное в той фигуре, в ее неподвижности, в том, как она неестественно клонилась к земле, в ее черноте Там никого нет, лишь ветки и корни, просто мое воображение Где-то громко захлопала крыльями птица Напряжение, ребята, напряжение От дерева отделилась тень и скрылась из виду Я на секунду отвлекся, а когда вновь посмотрел на то же место, фигуры уже не было Померещилось? Долго, очень долго стояла тишина Ой, мне не нравится это, ой, не нравится Мускулы мои были напряжены Сердце грохотало в горле Любой шум, малейший намек на движение Шепоток из чещобы, я брошусь бежать, но ничего не происходило Я вновь посмотрел на варежку Так, давайте сохранимся перед этим Я хочу взять варежку Я принял решение снять одинокую варежку с ветки Ой-ой-ой-ой Ааа Вова Крик прокатился по полю и расселся вдали без эхо, без надежды на отклик Шагнув к ощетинившимся деревьям, я попытался снять свою находку Она не поддавалась Я потянул сильнее, ветка хрустнула, парижка с чапкающим звуком оторвалась от сучка И осталась у меня в руках слишком тяжелая, мокрая Я невольно сжал ее, и на снег тонкой струйкой полилось что-то темное Над сугробом заглубился пар Я замер с отвращением, разглядывая ладони красные Треск веток вторгся в наступившую тишину Не раздумывая, я бросился прочь Кто-то мчался с темноты, ломая оси, не экстремительно сокращая расстояние Ноги вязли в снегу, в голове метались безумные мысли Сейчас схватят, сцапают, утащат в чащу навсегда Но был другой голос, наверное, голос разума, он придавал сил Ты можешь, не останавливайся Позади раздался звериный рык, такой громкий, что уши заложило Казалось, рычит не одна голодная тварь, а целая стая Тянет ноздрями морозный воздух и чует мой страх Сверху закопали два крыла Огромная тень пронеслась над поляной Теперь уже рычали со всех сторон Из сухого малиника, из елей, из-под бурелома Беги быстрее, не оглядывайся Словно в дурном сновидении снежная поляна стала вязкой, как зыбучие пески Я топтался на одном месте Вырывал ногу из рыхлой ловушки, чтобы попасть в следующую, еще более глубокую Я продолжал тонуть, погружался глубже с каждым отчаянным рывком Разве снег умеет так держать? Я завопил от ужаса, сообразив, что это не снег Что кто-то в сугробе схватил меня за штанину Собрав все силы в кулак, я ринулся вперед Давление исчезло, и ботинок выскользнул из емы Подошва оттолкнулась от твердой поверхности Одним прыжком я достиг расчищенной тропинки Его угрюмый фасад уже не казался враждебным Дом был моей защитой от хлопащих крыльями тени От ползущих под снегом существ Я споткнулся порог и врезался в дверь В опыхах различил на ней царапины Словно пес бил лапами по дереву, требуя, чтобы его впустили Уходя на прогулку, я не заметил этих глубоких рытвин Сток сердца в ушах заглушал прочие звуки Я не слышал, идет ли кто за мной Что если оно... Оно уже во дворе, а мама заперла дверь Захлебывая страхом, я дернул ручку, а та покорно поддалась Я ввалился в коридор и тут же захлопнул дверь Доски крыльца тихонько запищали, то преследователи поднялись по ступенькам У меня соскальзывали пальцы, никак не получалось защелкнуть замок Стиснув зубы, я дернул железный набалдажник, загоняя запор в проемы планки Я таращился на дверь За преградой, тонкой и жалкой, бесполезнее одеяло кто-то стоял Хриплое дыхание проникало в дом и накатывало волнами Отчетливо пахло хвоей и потом Мама выглянула из кухни и с бесстрастным голосом, каким часто говорила с отцом, отчеканила Что конкретно тебе не ясно, в просьбе не хлопай дверьми Я... я случайно Я покосился на дверь, запах исчез вместе с ним и дыхание Если там и вправду кто-то дышал Здесь, в пяти метрах от мамы, страх понемногу ослабевал Таял, как снежок в тепле, а вместе с ним и остатки сил Ноги подогнулись, я уперся в стену, чтобы не плюхнуться на пол Вдруг, мамино лицо изменилось Ледяная маска строгости и отстраненности мигом слетела Мама стояла такой же, какой была до всех этих пор Она, наконец, увидела мое состояние Мои обледенелые гроздьями снега мокрые штаны Где ты был? Я тебе что говорила, а? Чтобы ты дома сидел? Я... и для тебя пустое место? Я испугался, что она расплачется Потянулся к ней, как в детстве, когда просился на руки Но мама успокоилась и вновь стала прежней Глаза ее блеснули сталью, голос зазвенел У отца сигареты пропали Признавайся, ты их стащил? Курить бегаешь Там... там за мной кто-то гнался И я думал, меня... Пытаясь все объяснить, я начал заикаться Слезы подступили к горлу Мама склонилась и обнюхала меня по-звериному, выискивая запах табака Потом хмуро прищурилась и с недоверием посмотрела во двор И тут же, изменившись в лице, прикрыла рот ладошкой Гляди, вон же они, прямо у забора Сердце лихорадочно забилось, будто я снова был добычей И загонщики преследовали меня вновь Я готов был поклясться Снаружи кто-то скребется в дверь Мама поманила меня пальцем И я кое-как набравшись смелости Выглянул в кухонное окно в лицо своему страху Сквозь зимние узоры на стекле были едва различимы косматые силуэты, бархатавшиеся в снегу Собаки Фух Всего-то мелкая свород дворняк Без имени и хозяина Лишь издалека напоминавшая голодных страшил, живущих у кромки леса Божечки, ты их испугался? Да они сами тебя перепугаются, Антон Мама хмыкнула, а мне сделалось невыносимо обидно Да так, что я прикусил губу и уставился в затянутый паущими тетенами угол, лишь бы не разрыдаться Мда, сыщик из меня никудышный И рисковал я не жизнью перед чудовищными монстрами А своими брюками перед блохастой шайкой глупых дворня И ради чего все? Сдалась мне эта варежка Ну конечно! В руке чавкнула темная липкая рукавица пропавшего мальчика С которой, как мне казалось, я не мог расстаться Вот мой козырь, настоящего детектива Я поспешил предъявить улику маме Мам, смотри! Это Вовина варежка! Ну того, про которого утром милиция спрашивала Она вся в крови На дереве висела Вон, могу показать Давай в милицию скорее позвоним, как у нас участковый просил Мам, гляди! Фу! На скривившемся мамином лице появилась тень недоверия Словно воспоминание о чем-то давно забытом Так люди пытаются вспомнить сон, но образы ускользают А ну-ка прекрати, сейчас же! Оля тебя услышит, с ума сойдет! Она и так не спит, на все подряд жалуется Еще и ты со своими шуточками Теперь я видел, что мокрая варежка была от снега Никакой крови От стыда хотелось сквозь землю провалиться Иди сюда, паникер Да не стой столбом Вот, таблетку на, быстро пей На мою ладонь упала золотистая пилюля, напоминавшая мертвую осу Я уже пил сегодня за завтраком Попререкайся мне еще Сказала сидеть дома Нет же Был бы отец, выпорол Сейчас же выпей, а то ночью не уснешь Тебе ведь в школу завтра Пришлось проглотить горькое лекарство Запив его не менее противной водой с привкусом хлорки Я же видел, как капало что-то красное И пятна, на руках, и на самой варежке, и на шерстяных нитях Я схожу с ума Что со мной происходит? То ли таблетка подействовала То ли перевозбужденный мозг не подпускал страх Пришло спокойствие Зевотное безразличие Антон, выпил? Можешь, если захочешь Раздевайся Я уснул, что ли? Нет, мам Просто задумался Интересно, о чем же? Да, глупости всякие Мама смирила меня подозрительным взглядом Словно сомневалась, что перед ней родной сын, а не какой-то притворщик, явившийся из леса Точно все нормально? У тебя такое лицо было, когда милиционер про окно спросил Все нормально, мама Она глубоко вздохнула Хорошо Дом будто изменился Так, я что-то не пойму, а что тут происходит? Нас накачали наркотой? Потускнела диванная обивка На кафеле в ванной отпечатались следы чьих-то пальцев Лампочки светили иначе Тускло и желто Даже привкус слюны во рту казался другим Со второго этажа послышалась мелодия Аладдина Оля пересмотрела свои любимые серии «Русалочки» и переключилась на другие кассеты Я неспешно разделся, задержался перед умывальником, разглядывая в зеркале свое отражение, словно изучая ремус Потом поднялся по лестнице Умолкли голоса Джафара и Яга Я прошел мимо Олиной спальни и еркнул в свою комнату Так, хорошо Минуточка, да? Когда можно поговорить Ну, пока в итоге непонятно, да? То ли нашему Антону это все чудится-видится То ли, блин, как-то все так странно обставлено Пока я вообще ничего не понял Такое простое действие отняло у меня последние силы Я сел на кровать И только тут увидел За шторкой кто-то стоял Моя рука бессиленно упала Лекарство того виной или пережитый стресс Но комната колебалась, словно ветер надувал стены Углы плыли и изгибались Только силуэт между подоконником и гардиной оставался недвижен Ткань облепила притаившегося гостя Так, я, пожалуй, немножко отодвинусь Точно саван, подумал я Оля? Кому же еще там стоять? Я встал с кровати и облизал пересохшие губы Оля, очень смешно Силуэт не шевелился Штора мягко обтекала контуры Будто не человека, а уплотнение мрака Я потянулся к шторке Тук-тук-тук Стучало отрегулированное таблетками сердце Ветер в поле пел стоголосым хором На секунду захотелось вернуться в кровать Лечь и просто посмотреть на человека за шторой Зная, что он смотрит в ответ Смотрит, не моргая, и ждет, когда ты уснешь Пластмассовые кольца зашуршали А карниз, когда я рывком отдернул штору Попался Фух Я уже прям весь напрягся Серьезно Да я сразу понял, что это ты На фоне предзакатного солнца Надолиной головой вспыхнул ослепительный ниб Словно моя сестра светилась Когда воля была совсем крошкой Папа частенько говорил, что она светится от радости Я возражал Она же не фонарик, чтобы светиться Но однажды поднес ее к окну И солнечные лучи попали на улыбающиеся личико Казалось Я держу на руках ребенка Сотканного из света А я все видела Да ну Что ты спрятал? Вылитая маленькая мама Еще до того, как она нацепила эту маску тоскливой усталости И перешла на приказной тон Ничего, просто... Оля подбежала к столу Спросила, округлив глаза Ты что-то украл и теперь прячешь? Ты вор? Что глупая? Ничего я не крал Всплыл четкий образ Варежка, висящая на суку А вдруг я ее украл? У леса У склонившегося силуэта за деревьями Оля, когда хотела, могла быть капризной и напористой Покажи тогда Поклянись, что никому не скажешь Тогда покажу Оля заговорчицки улыбнулась Клянусь маминым сердцем Клятва, услышанная ею в старом фильме про пионеров Что мы смотрели однажды Не говори так Оля кивнула и жестом заперла рот на невидимый ключик Любопытство переполняло ее Я выдвинул ящик И Оля наклонилась, затаив дыхание Казалось, там лежала не просто рукавица А какой-то диковинный зверек Это чья-то варежка? Она сказала это с такой интонацией Будто сама не могла понять, что это такое Один мальчик потерял И сам потерялся Теперь понимаешь, как опасно гулять в лесу Особенно детям Ему, наверное, там очень холодно Его найдут? Обязательно Участковый по домам ходит Всем фотографии показывает Оля с опаской прошла по комнате И впечатала в оконное стекло ладошки А почему он по домам ходит, а не по лесу? Боится? Вопрос застал меня врасплох Милиционеры ничего не боятся И лес они прочесали Да как же Мелькнуло в затуманенном сознании Проверяли ли они в самых потаенных уголках Где тьма, холод и шепот Обделенных ветвей Допустим, да Но почему тогда не нашли варежку? Или она появилась позже Для меня? Я сменил тему Словно попытался отвезти Олю подальше от чащи Если я сам найду потерявшегося мальчика Нам, может, награду дадут? Кучу всякого, как в поле чудес Клёво же! Оля словно не слышала меня Она тихо спросила И буравила ли с взглядом Внимательных каких-то удивительно взрослых глаз А что, если эта сова его утащила? Ерунда! Не может сова поднять человека Но вот что Я тщательно подбирал слова Вытаскивал их силком Из переутомленного мозга В лес не суйся Мне кажется, он какой-то Как бы сказать Проклятый, что ли? Как в сказке? Нет, не как в сказке Скорее, как на той страшной кассете Что родители прячут Оля поёжилась И украдкой взглянула в окно Я видела, как ты убегал За тобой кто-то гнался? Нет, просто Чтобы мама не волновалась Спешил домой Я смотрел на сестру И сердце обливалось кровью Да чего же она хрупкая Как легко погасить этот свет Подует ветер И затушит лампадку Хорошо тебе Меня вот мама не пускает Даже на крыльцо Как принцесса в башне сижу Никуда не могу выйти Так и умру от скуки Не придумывай От скуки ещё никто не помирал У тебя же есть я и мультики А мама с папой скоро померят Знаешь бы, что я загадала На свой следующий день рождения? Чтобы родители тоже в детей превратились И мы бы все вместе играли Как раньше Ага А если бы они стали размером с жука То мы бы их в спичечный коробок посадили Оля хихикнула И потянула меня за рукав Тоша, пойдём молодина смотреть Усталость была сильнее желания Побыть с сестрой Меня одолела какая-то гнусная апатия Вымотался я Что-то не хочется Ну пойдём Мне скучно одной А мама занята всё время Можно выбрать другой мультик Который ты ещё не видел Да я все наши кассеты наизусть знаю А вот и не все Ты Питера Пэна не видел Помнишь, ты уснул на середине А потом там такое Ну пойдём, пойдём Давай попозже Рассказать тебе, чем всё закончилось Утром расскажешь Утром не хочу Придумала А давай в прятки Нет, Оль Тогда нарисуй мне динозавра Оля, блин Нарисуй, нарисуй Да оставь ты меня в покое Слова сами сорвались с губ Я даже опешил Прежде я не прикрикивал на сестру Ошеломлённая Оля Уставилась на меня Губы дрожали Предвещая неминуемые слёзы Годливость и стыд Заколотали в груди Что со мной не так? Я поспешил опередить Олин плач Ладно, уболтала Давай смотреть мультики Только недолго Я уже не хочу Я подошёл к ней Положил ладонь На мягкие волосы Пойдём Питера Пэна посмотрим Ага, ты опять уснёшь Я улыбнулся Поднял её подбородок Глаза были мокрыми Бездонными Не усну, обещаю А потом я тебе Целого трицерапторса нарисую Ура Трицерапторса Она протёрла рукавом глаза И засияла улыбкой Давай ты пока Кассету перемотаешь А я у мамы попрошу Сгущёнки с хлебом Только утром свежий привезли Как ты любишь Неси только аккуратнее А то разольёшь Опять ругаться будут Спорим, не разолью Кассета где-то в тумбочке Поищи пока Оля исчезла в дверях А я поплёлся В соседнюю комнату Блин, как же это круто Это просто замечательно Блин, я не знаю У меня такие прям Дичайшие эмоции Прям восторг Я не знаю Хе-хе-хе Так, ну что, ребята Я думаю, мы прохождение Разобьём на три серии Так как мне ещё Всё это дело Потом озвучивать нужно, да? Я надеюсь, что я Заканчиваю Не на самом конце эпизода Вот Ну, если что Третий эпизод у нас Будет очень коротким, да? Вот такие вот дела, ребятушки Как говорится Увидимся с вами В следующих видео Ну, а пока Обязательно подписываемся Ставим свои пальчики вверх Комментируем Обязательно ставим колокольчики Чтобы не пропускать новые видео И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok